здравствуйте всем добрый день нью-йорк с вами осень 14 года знаете сегодня я и не только сегодня дома несколько дней я дома что-то я приболела видите сижу в такой тепленькой косыночки у меня моя любимая косыночка я когда ее была в россии последний раз я вот купила на базаре такую красивую две даже косыночки купила уже не помню какая цена была вот и а я так довольна косыночки конечно замечательные они так меня согревают когда мне не здоровится что-то я знаете ой на этой неделе что-то я попростыла где даже сама не пойму то ли какой-то вирус подцепила то ли чего короче я два денечка сейчас еще нос немножко не дышит два денечка я про была даже дома но у меня не было сил с вами выходить даже на связь чтобы нам с вами встретиться честно говоря вот но а кстати лечилась я ли чуть не лечусь я не таблетками ничем я лечусь только народными средствами потому что я таблетки пока еще таблетки я не понимаю что это такое слава богу обхожусь без таблеток вот это я тут чай с медом сделала немножко вот а лечусь я мне самый хороший рецепт мне нравится видите даже повеселела с вами когда встречается мне даже веселее становится вот рецепт значит самый мой любимый нравится мне потому что там коньяк есть коньячок это хорошо что я делаю я беру значит стакан такой стакашек грамм на 150 до наливая туда коньячку ну как коньячку наливай ну вот столичка там наливаю коньячку туда вот капельку да ну там сантиметрик так скажем значит бросаю туда ложку столовую ложку меда бросаю туда лимонного сока выжимаю дальше один желток яичный дальше выжимаю немножко чесночка абракадабра получается перчика конечно красненького чуть 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 только конечно короче наливаю туда все что повышает иммунитет и немножко как бы смягчает так скажем болезнь все это выпиваю так хорошо становится ложусь на подушечку и немножечко так взремну и так как-то вот это очень очень помогало мне ну конечно и вот как-то я потихоньку потихоньку вроде как становлюсь уже о их нормальном состоянии вот а во вторник я даже была на выборах у нас были выборы вы наверное уже все знаете что победили республиканцы в этот раз то есть полностью конгресс полностью республиканский вот так что я честно говоря ой я прости я честно говоря тоже голосовала за республиканцев в этот раз потому что ну вот уже обама у нас во главе государства шесть лет и честно говоря за эти шесть лет какие-то изменения в лучшую сторону особо не наблюдаются то что в принципе от него бы зависело он многое что не делает я сейчас не буду говорить о внешней политике не хочу буду говорить об американской внутренней политики потому что американцев больше всего волнует внутренняя политика пример мне не нравится что он какой-то такой вот знаете прослойку населения очень большую вот за за его шесть лет процент неработающих людей причем тех людей которые могли бы работать молодые здоровые допустим мужики или женщины которые могли бы работать которые не работают якобы найти работу они не могут сидят на пособиях процент очень большой стал за эти шесть лет то есть по статистике я просто вообще поражаюсь у нас значит вот наверно 50 процентов трудоспособного населения не хотят работать или работают на заведомо маленьких зарплатах чтобы им государство помогало какими-то другими бенефитами там может быть специальные фудстемпы карточки на питание чтобы им давали или какие-то еще пособие то есть прослойка вот этого населения настолько разрослась и она конкретно голосует за обаму голосовала за демократов потому что людям нравится не работать людям нравится получать от государства большие пособия а казна конечно у любого государства не бездонная а люди которые работают и которые платят большие налоги недовольны и произошло такое разделение в обществе те которые хотят работать платить налоги и чтобы в общем государству жилось лучше 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 с каждым годом и огромная прослойка людей которые не хотят работать которые хотят получать от государства хоть и небольшое но пособие и они приспосабливаются как бы к этому пособию к размеру этого пособия свою жизнь налаживают и потихонечку живут 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 вытягивают из государства вот эти денежки поэтому вот те люди которые проголосовала большинство за республиканцев против вот такой политики демократической политики демократов и в том числе во главе с обамой конечно же потом конечно люди недовольны что каких-то не предпринимается такие знаете радикальных мер например по той же и более эбола да вот это вот болезнь люди прилетают много из африки людей и специалистов те которые там работали и такие случаи есть что их не изолирует почему-то на неделю чтоб потом посмотреть опасны они для людей не опасны их выпускают девушка одна у нас медсестра в америке вообще уже обнаглела она значит вы может быть слышали в новостях она даже под домашним арестом сидеть не захотела неделю якобы ее права ущемляют она подала суд на государство чтобы государство ей выплатила моральный ущерб что и и заставляют дома сидеть неделю она может быть болеет кто знает то есть обама не предпринимает таких строгих мер к тем людям которые приехали из африки которые опасны для окружающих ну это какая-то такая вроде мелочь а все равно это очень важно потом вот это вот медики система медицинское страхование обама кир очень непонятное опять же разделение в обществе произошло очень мало на самом деле сколько то около семи только я не буду говорить сейчас цифру около семи миллионов или я что-то ошибаюсь всего подписались на эту страховку это очень мало людей поэтому она какая-то получилось запутанная невыгодная и очень противоречивая и республиканцы говорят что они отменят эту обама кир а сделают что-то более прозрачное более понятное понимаете поэтому вот это очень тоже важно то есть он ну как тут не очень доводит до конца то что обещает каких-то перемен люди ждут 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 а ничего лучше не становится короче все на него разозлились и теперь он будет воевать в одиночестве с конгрессом уже республиканским я тоже в этот раз правда я по фамильной не помню там очень много было фамилий выбирали и я республиканцев значит отмечала что тоже проголосовала за республикации вот так что вот такие дела будем ждать какие-то перемены должны быть посмотрим принципе в америке она как-то знаете волнообразно то люди доверяют демократам демократы надоедают люди переизбирают теперь пусть республиканцы занимаются делами так что люди как бы вот так вот через какое-то время лет через шесть власть меняется здесь поэтому застоя такого про не происходит постоянно какие-то перемены перемены все равно грядут посмотрим что дальше будет так что такие дела я прошу прощения я забыла как молодого человека зовут он про хэллоуин меня попросил снять какой-нибудь эпизод но у меня не получилось к сожалению потому что у нас знаете в бруклине хэллоуина как такового нет такого выразительного красивого вечером только детишки в масках там ходят собирают конфетки по всем магазинчикам там по домам по квартирам не очень а вот вся основная такая хэллоуинская карнавал целый проходит манхэттене это была пятница прошлая пятница да по моему было нет уже позапрошлая получается вчера была пятница вот и поэтому и с наступлением сумерек это все начинается это уже где-то после 6 вечера люди приходят с работы переодеваются идут на грандиознейший карнавал который проходит манхэттене я к сожалению в этом году туда не попала это надо работа была и надо было как-то ехать туда на ночь глядя манхэттен просто мне физически я не смогла этого сделать так что прошу прощения может быть следующем году но у многих блогеров есть про хэллоуины очень большие хорошие сюжеты поэтому найдете где чего посмотреть это дело не смертельное как говорится потом значит вы спрашиваете вот почему вот именно я в америку приехал отказалась бы правда в америку почему например там не в европу куда-то или не в канаду куда-то ну в канаду почему не в канаду потому что в канаде как-то прижиться и легализоваться очень трудно там не всех они принимают канадцы не как америка америк очень лояльна к приему людей здесь могут они легала прижиться очень хорошо в канаде намного это труднее там совершенно другая система государственная вот и там получить документы там а они в первую очередь конечно дают предпочтение каким-то специалистам очень хорошим ну или там воссоединение семьи конечно есть но в первую очередь берут к себе в государство полезных людей те которые люди которые будут еще работать долгие годы которые будут приносить государству только пользу и которые из государства не будут тянуть деньги в америке все гораздо проще америка к себе берет всех 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 людей ну естественно в соответствии с законом легализует всех людей несмотря на их возраст на состояние здоровья на какую-то способность принести государству какую-то пользу то есть америка легализует просто всех людей без исключения которые подпадают под тот или иной закон о легализации поэтому ну европу я сразу исключила в европу ехать знаете америка это такая особенная страна в америке есть такой особенный город нью-йорк нью-йорка такого нью-йорка как в америке такого города на всем белом свете нет я имею ввиду тот город где любой человек который приедет сюда может как-то прижиться жить и нормально себя более-менее чувствовать сюда можно найти работу я уже об этом говорила всегда можно найти жилье а работаешь это и жилье это самых две основных вещи которые нужны человеку для жизни вот поэтому европа знаете тем более в те годы в 90-е годы не так лояльно было к мигрантам не так много там было иммигрантов потом европа не вся англоязычная все-таки для меня английский язык самый близкий потому что я в школе изучала когда-то английский язык понимаете поэтому даже почему-то у меня не было сомнения что нужно ехать в америку потому что америка она открыта для открыта для людей открыта и сейчас даже буквально вчера или позавчера в новостях сказали что здесь нью-йорке все-таки с 1 января вот 15 года будут вводиться будет вводиться новый один документ это такая пластиковая карточка айди это как как это сказать то личность твою подтверждает документ когда забыла как по-русски короче говоря это тот документ который тебе подтвердит что твоя лично кого нелегалов вообще нет никакого документа это будет это айди они смогут с этим айди чувствовать себя людьми даже если их остановит офицер какой-то полицейский и попросит документ а у нелегала ни одного документа нету это айди как бы их выручит трудную минуту то есть всегда они могут подтвердить свою личность этим документом документам поэтому видите как бы нью-йорк решил город нью-йорк решил на своем штатном или городском уровне вот я не знаю будет штате нью-йорк это или только в городе нью-йорк или на городском уровне сделать как бы первый шаг легализации нелегальных иммигрантов на городском уровне то есть уже эти люди будут иметь какой-то документ вот уже конкретно потому что разговоров всегда много шло об этом уже конкретно и даже этот документ как сказали даст право человеку бесплатно посещать почти все музеи нью-йорка и может быть даже зоопарк вот это я не уверена но тоже слышала поэтому это здорово это здорово но людей не из-за этого документа не будут не забирать ничего и в то же время узнают количество людей которые здесь проживают это очень хорошо и не только нелегальные люди любой человек может сделать нью-йоркское такое удостоверение о удостоверении личности вспомнила я слово трудное удостоверение личности вот поэтому поэтому это очень хорошо то есть америка принимает нелегалов она их никуда не выкидывает ничего ничего не делает это очень большое дело давайте так вот я иногда задумываюсь чем америка к себе людей притягивает вот знаете даже если поездить по америке одноэтажная америка наш там красоты то особо нету домики такие тут все строится очень скромно на самом деле но есть даунтаун в каких-то крупных городах как я называю американский кубизм архитектуры то особо это такой вот прям супер шмупер европейской красивый древний такой знаете величественное то нет вот эти небоскребы они все такие кубические так скажем но современные какие-то здания все остальная америка посмотреть особо архитектуры то нету но вы знаете вот что то такое притягивает какая-то аура необыкновенная вот как отношение между людьми вот конечно кругом очень удобно жить вот какая то люди создают сами какую-то необыкновенную ауру нет никаких понтов вы понимаете вот едешь по дороге а там неважно то на запорожце бы ехал или на мерседесе все дорожные правила дорожного движения для всех равны и никогда на мерседесе человек тебя не подрежет не унизит ничего на дороге независимо от того на какой-то машине едешь вообще не зависит поведение чью-либо отношения между водителями все едут все одинаково уступают друг другу дорогу то есть чувствуешь себя человеком независимо от статуса или в магазин придет тот же какой-то бедный человек который может футболку себе за три доллара купить и в этом уже в этот же магазин придет богатый человек который может в эксклюзивное что-то тоже купить там за более дорогое и в кассу будут стоять эти люди в одно и ту же и никто друг на друг даже косо не посмотрит все равны люди все равны и люди это понимают люди это принимают и от этого как-то жить становится более уютно и хорошо то есть понимать америка притягивает к себе человеческими какими-то такими отношениями вот когда ну не знаю никто никого ни за что не унизит из-за того что у тебя нет руки или нет ноги или ты бедный или ты некрасивый никто на тебя косо не посмотрит и не унизит все какие-то одинаковые люди все перед законом одинаковые перед какими-то знаете социальными проблемами люди все одинаково поэтому здесь очень приятно жить из-за этого вот ну конечно америка большая разнообразная здесь природу есть что найти посмотреть в любом уголку уголке мира есть красивая природа красивые какие-то необыкновенные места вот в любом уголке мира буквально в америке тоже есть что посмотреть но вот рукотворное то что рукотворное человеческое здесь очень все просто доступно без излишеств понимаете какие-то там кинотеатры какие-то торговые центры какие-то музеи какие-то парки какие-то все это очень красиво те же какие-то вот дома но это без излишеств сделано сделано с умом сделано удобно сделано очень так привлекательно но не так чтоб чересчур дорого зачем это все деньги тратить на то на что не надо здесь знаете как легко относятся вот построен торговый центр какой-то например да и что то там не получается у них раз его снесли тут же построили что-то другое то есть это снести тут вот не строится так прям вот на огромные века строится конечно там может быть в даунтауне какие-то билдинги такие фундаментальные конечно есть есть но вот в одноэтажной америки на века ничего не строится можно тут же снести можно что-то новое построить все очень легко и просто а дома строятся потому что легенькие дома тоже строятся в той же калифорнии во флориде потому что в калифорнии землетрясение сотрясут их там трясет и чтобы или смерчи какие-то в других штатах бывают чтобы люди люди не погибали поэтому строят такие дома более легкие которые иногда смотришь по телевизору там щепки разнеслось все а люди живы остались а никто не убит потому что нет тяжелых строительных конструкций это все как бы вы знаете сделано не просто так все как-то продумано все налажено не просто так почему-то строят именно такие дома не такие дома поэтому особенная конечно америка конечно вот этот американский дух американские отношения между людьми это трудно рассказать об этом это надо приехать надо в америку побыть какое-то время и все это чувствуется это впитывается в твою кожу это впитывается тобою вот этот вот какая-то аура американская она особенная и это не передать словами конечно это надо почувствовать а чтобы почувствовать здесь надо ну побыть хотя бы там недельки то маловато будет хотя бы месяц надо побыть и побыть очень разнообразных таких местах не только среди каких-то туристических достопримечательностей где столько только туристы хоть там тоже конечно приятная атмосфера а побыть там где вот американцы живут так что это это этому будешь понимать понимаете тут люди не будут смотреть на тебя какие у тебя туфли какой фирма на каких-то каблуках не будут смотреть что у тебя в ушах блестит бриллиантик блестит или просто какой-то какая-то стекляшечка людям это не важно людям главное вот человеческие отношения люди делятся друг с другом какие-то какими-то впечатлениями какими-то новыми знаниями какими-то успехами своих детей там хорошими отметками что ребенок сделал доброе дело какое-то что сам человек взрослый сделал какое-то доброе дело волонтерство здесь очень развито люди хвалятся друг перед другом не своими какими-то тряпками или богатствами понты у нас в россии это называется нет люди живут для себя и хвалятся друг перед другом за добрыми делами вот и все это очень большая разница и не будут допустим одна семья перед другой хвастаться ой а я вот купила себе там сервис красивый или там мы были в ресторане и так вкусно покушали или там ой у моего ребенка там такие туфли дорогие я купила нет для них это не важно как ты покушал тут все все нормально питаются по твоему желанию то есть нет такого хорошо ты покушал или плохо ты покушал потому что каждый ест как он хочет что он любит и куда он пошел это очень неважно для людей или какие там туфли у ребенка там это все это настолько неинтересно понимаете это американцы живут немножко в другом измерении они по-другому смотрят на все конечно конечно есть какие-то прослойки может быть там какие-то сливки так называемого общества может быть у них там свои какие-то правила свои правила игры свои какие-то там есть приоритеты это сливки общества я говорю про простых людей про такие как я как многие миллионы других американцев одноэтажный простой обыкновенной Америки у них вот такие знаете им даже приятнее порой что-то какой-то цветочек горшочки похвастать друг перед другом вот что-то рукотворным похвастать или там кто-то что-то допустим нарисовал красивое или мозаику какую-то сделал или лоскутное дело очень здесь популярно руками можно из лоскутков что-то сделать похвастать этим покупным каким-то таким нет здесь не так так я не знаю я уже убежала совершенно в другую тему ну ладно мои хорошие наверное на этом я буду заканчивать вот я постараюсь к завтрашнему дню прийти в порядок потому что у меня все-таки температурка держится где-то 37 с небольшим это очень противная температура мне холодно постоянно вот на улице у нас сегодня плюс 13 где-то прохладненько конечно солнышко сегодня но я так вот сейчас наверное возьму какую-нибудь книжечку у меня есть там книжечка на примете не художественно ну не то что там какой-то роман или что-то а биография биография Бетховена в этой книжечке у меня Бетховен, Толстой и еще кто-то не помню сейчас я пожалуй возьму эту книжечку еще по-моему я читала старенькая такая книжечка прочитаю что-то мне захотелось вот ну хорошо встретимся с вами в следующий раз я вам всем желаю не болеть потому что болеть это плохо и не пейте много таблеток если чуть-чуть болеете не пейте таблеток по возможности лечитесь народными средствами вот так что я чуть попозже сейчас времени у нас еще не так много чуть попозже сделаю я вот тот рецепт с коньячком который выпью его лягу под одеялко согреюсь с книжечкой и буду выздоравливать и вам желаю тоже не болеть я уже сказала еще раз желаю не болеть берегите себя берегите друг друга берегите своих детишек берегите своих родителей своих всех родных друзей вот и всего вам только самого-самого хорошего я сейчас еще глоток чая за вас сделаю как хорошо вот кто-то уже мне звонит сейчас я пойду к телефончику пока 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 пока